Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Человек пишет о том, что встречался с девушкой. Человеку говорили, как он прекрасный и хороший. Человек был, у неё есть такое же мнение, но общение резко прекратилось из-за того, что человек упал на дно. И не мог ей писать. Спустя четыре месяца человек всё-таки ей написал, и она ответила. Человек ей всё объяснил, она сказала, ладно, они продолжили общение, и потом она опять оборвалась. Прошло около пяти месяцев, и человек пишет, что не может её отпустить, что делать. Ну вообще, конечно, самое лучшее, что можно здесь порекомендовать, это в общем и целом пойти на психотерапию. Это самый хороший, быстрый, эффективный способ вам решить свои трудности, да, решить свои проблемы. В достаточно, ну, такие вот короткие, я бы сказал, сроки, вот. Чтобы не тратить, ну, своё время, да, на какую-то деятельность, которая вам в той или иной степени не подходит. Далее, что хочется сказать. Значит, хочется сказать, в первую очередь, что вы не можете отпустить человека по такой... ...банальной, не банальной причине, что у вас... есть определенная потребность, и эта потребность, она в той или иной степени, как-то вот, ну, знаете, на вас влияет, не влияет, не влияет, да, вот, то есть, ну, как-то вы себя чувствуете фрустрирующим, то есть, вы чувствуете, что, ну, что фрустрируете, вот, и это чувство, оно, ну, по-видимому, такое, достаточно сильное это чувство, чувство фрустрирующей. На мой взгляд, вы пытаетесь с этим чувством бороться, вот, получается, само, ну, само собой, получается, не очень хорошо, вот, потому что и ограничения есть какие-то, и потребности, ну, потребности ваше, у вас, точнее, точнее, есть какие-то, вот, которые вы, ну, может быть, может быть, не очень хорошо, понимаете, да, они очень хорошо отдают себе отчет, ну, вот, 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 ну, и, соответственно, это первое, первое, второе, конечно, заключается в том, что вы чувствуете себя в надежде, то есть, есть ощущение, что вас там не отвергли, да, например, вот, и то есть, присутствует само собой, то есть, как-то, как-то ваше восприятие, да, оно немножко поменялось, и, в первую очередь, конечно, мы говорим про восприятие, значит, ну, условно, условно говорят, мы говорим про восприятие вами, как-бы, ну, как-бы себя, вот, то есть, мы как-то вот об этом вот сейчас говорим, да, то есть, что вот, как-как-как вы, ну, воспринимаете себя, вот, вот, такой очень, на мой взгляд, важный аспект, вот, потому что если восприятие вами себя как-то изменилось, допустим, да, допустим, ну, что, в принципе, логично, вот, потому что, ну, так бывает, вот, и что, вам, соответственно, как-то, как-то, вот, хочется, значит, этот, эм, момент, эм, 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 ну, реализовать. Сейчас как-то вот его, эм, эм, под, подкорректировать. Как-то хочется это, эм, эм, скомпенсировать. Возможно. Вот. Что вы и делаете, что вы и делаете, эм, к чему, к чему вы и стремитесь, в принципе. Вот. Поэтому, вот, на это очень важно обратить внимание. Ну, ваш. Понятно, понятно, да? Какая-то такая ссора. То есть, здесь, эм, дела нету, чтобы, вот, как-то, ну, не знаю, не знаю, заставлять себя отпускать, отпускать, да? Дело в том, чтобы, эм, обратить внимание на другие аспекты, на другие моменты, эм, того, что, в общем, на целом с вами происходит. Вот. Вот. Не населывать себя, да? Не пытаться, пытаться, там, как-то себя отпускать. Вот, как вы могли бы это делать, да? Например. А именно, вот, смотрите, да, что, что, как бы, с чем меня тянет. Вот. Ну, вот, например, например. Например, выпишите, допустим, на нас, выпишите, что насыпало. Вы упали на нас. Что это значит? Что вы упали на нас? Это как? Дальше. Судя по тому, чтобы не могли писать. Но я полагаю, что как-то тут имеет место быть. Чувство, ну не знаю, чувство стыда. Какого-то. Допустим, так. Это вот такой, получается, достаточно важный момент. Что вы стыдитесь себя. А значит, что вы себя не принимаете. Не принимаете. Вот. Вот. Ну. Ну. В той или иной степени. Вы себя не принимаете. И в этом смысле. Нужно как раз это компенсировать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...